всем добрый день в этом в этой серии видео то есть мы познакомимся в принципе расчета теплого пола небольшой системы например для загородного дома то есть я продемонстрируется в чем заключается основные особенности расчета теплого пола ну и воспользуемся вот данным программным обеспечением то есть это Danfoss SO 3.8 так для того чтобы приступать к расчету ну во-первых вам необходимо познакомиться с той лекции которая была на занятиях про конструкции теплого пола то есть когда где они применяются какие есть условия определенные то есть типы раскладки дальше конструкции теплого пола когда их не применяется различные разновидности то есть требования предъявляемым к сопротивлению после труб но и до трубопровода то есть основные характеристики как раскладывать какая максимальная площадь размеры должны быть как устраиваться деформационные швы то есть максимальная длина потери давления ну и так далее то есть со всеми этими значениями то есть можно познакомиться с лекциями то есть типы смесительных устройств как происходит укладка ну и тому подобное в дальнейшем возможно то есть я еще и выложу эту лекцию посредственно данный канал так помимо то есть лекционных материалов то есть нужно взять рекомендации того производителя систем оборудования то есть для теплого пола которое вы в дальнейшем будете применять ввиду того что мы используем программу dampers ну и берем этого производителя по рекомендациям по настройкам систем теплого пола то есть какие элементы должны присутствовать данной системе то есть как они устанавливаются где устанавливаются и так далее то есть различные рекомендации данного производителя так ну и то же самое то оборудование которое можно использовать в системах напольных тоже данного производителя то есть то оборудование которое применяете то есть необходимо внимательно ознакомиться ну и в дальнейшем применять и использовать для своих систем напольного отопления так с основными меню мы ознакомились ранее то есть занятия выложены на данном youtube канале то есть ну и с основными меню то есть можете открыть посмотреть и найти интересующие вас вопросы если вы не знаете что здесь изображено и как применять так ну и в дальнейшем то есть после того как я покажу принципы расчета будет тоже серия видео я выложу как вот рассчитывается и посредственно система напольного отопления вот данного примера который используется на протяжении нескольких видео по расчету различных элементов имеется ввиду как мощности так и система отопления там лучевая периметральная все эти видео выложены непосредственно на этом канале ну и после небольшого введения начинаем проектировать систему напольного отопления то есть я показываю в принципе определение всем спасибо за внимание до следующей серии видео